Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Совершенно верно. В студии Анна Лапшина. И мой сегодняшний гость – депутат Законодательного собрания Кировской области 4 и 5 созывов Дмитрий Русских. Дмитрий Михайлович, добрый день. Аня, добрый день. И всем слушателям тоже прекрасного летнего дня. Все-таки в Киров пришло лето. Да. Не только в Киров. И до сих пор на самом деле не верится не только нам, но и нашим соседям. В частности, вот Республика Коми тоже ещё пустят мои знакомые фотографии, где маленькие дети, собираясь на прогулку, натягивают на себя куртки и тёплые шапки. То есть, видимо, ещё не привыкли. Видимо, такое прекрасное настроение и праздник Чемпионата мира по футболу, он распространяется на всю Россию, даже на те города, где, в общем-то, он и не проходит. Ну, я имею в виду, что в виде хорошей погоды и солнечного неба. Но он ещё одним аспектом распространяется. Мы об этом с вами чуть позже поговорим. Вы смотрите, я так понимаю, что вы болеете и смотрите. Я наблюдаю, да, потому что всё-таки это на самом деле праздник. И вряд ли ещё при моей жизни состоится этот Чемпионат мира в нашей стране, потому что это такие очень редкие случаи бывают, как Олимпиады, как Чемпионаты мира. И понятно, что они не только запоминающие, но они ещё и дорогостоящие. То в данном случае это вопрос очень серьёзный. Насколько мы там ещё готовы проводить такие праздники. Потому что, судя по тому, что происходит в нашей экономике, это всё-таки бесследно не проходит. В общем, пока есть... Наравне с праздниками. Пока есть, надо пользоваться. Да, да. Пока есть, надо пользоваться. Всё равно уже деньги потратили. Да, по соцсетям и везде, что наши земляки, там, кировчане, очень многие, кто уехали смотреть Чемпионат мира, смотрят футбол и в Нижнем, и в Казани. Но всё равно это на самом деле праздник, и всем очень нравится. Но, с другой стороны, как можно не понравиться, если потратили почти 700 миллиардов рублей, то, конечно, это должно хотя бы понравиться. Хорошо, вот к вопросу денег мы сейчас как раз перейдём. Хотела начать с городских тем, но начнём всё-таки с федеральной. Попробуем её привязать на нашу кировскую действительность. Повышение пенсионного возраста предстоящие анонсированы на правительство в достаточно жёстком варианте. Мужчины до 65 лет, женщины до 63. Продолжает обсуждаться, новости поступают. Вот буквально последних часов новость. Политик Алексей Навальный сообщил о том, что он и ещё ряд оппозиционных депутатов готовятся к проведению митингов, протестных во многих городах России. В частности, в тех городах, где не проходит Чемпионат мира по футболу и нет ограничений на проведение публичных массовых мероприятий. В ближайшие фактические дни они пройдут. В Кирове, что интересно, пока я видела анонс только митинга на 28-е, по-моему, июля, который собирается проводить КПРФ. Я так понимаю, что этот митинг будет всероссийским во многих городах России. Ну, это по линии партии, видимо, проводится. Ну, насколько я ещё слышал и видел, ещё собираются также оппозиционные партии в законодательном собрании вынести вопросы на рассмотрение ближайших законодательных собраний о том, что отправить обращение от законодательного собрания Кировской области в Государственную Думу Российской Федерации о том, чтобы к этому вопросу подошли очень ответственно и не поднимать пенсионный возраст. Но ещё раз хочу сказать, это может только пройти, если в случае большинства депутатов ЗАГС собрания проголосуют за это постановление. А вот смотрите, я так понимаю, что эта история не совсем даже кировская. Ну, то есть депутаты фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании заявили о том, что собираются обсуждать, по крайней мере, этот вопрос с коллегами. Это уже хорошо. Но федеральные СМИ сообщали, что вот этот законопроект о повышении предстоящего пенсионного возраста будет спущен, я бы так сказала, в законодательное собрание регионов для того, чтобы собрать, я так понимаю, мнение по всей стране. И законодательные собрания, да, действительно будут обсуждать, принимать какое-то консолидированное решение и направлять отзыв в федеральный центр. Ну, Ань, смотри, тут на самом деле очень всё сложно и на самом деле очень всё просто. В течение месяца они должны это сделать. Смотрите, а в данном случае ни для кого не секрет, что как бы с инициативой вышел премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Он в том числе является и лидером партии «Единая Россия». Да, пока, на мере, по всем заявлениям, то, что говорит пресс-секретарь господина Путина Песков, он говорит о том, что это не вопрос Владимира Владимировича, он не в курсе вообще всего происходящего, он, как бы, видимо, пока не наблюдает за этим процессом, то в данном случае... Ему некогда, у него чемпионат мира по футболу. Да, чемпионат мира. И самое интересное, да, мы сегодня видим, что, в общем-то, у нас был день открытия чемпионата мира. В этот же день очень оперативно и быстро собиралось правительство Российской Федерации. Приняло в таком среднем варианте изменения в пенсионном возрасте, потому что ты сказала, что это самый жесткий вариант. Самый жесткий был 65-65. А, вот так еще было? Да, был 65-65. Бедные женщины. Было мнение, там вообще было 3-4-5 вариантов, там, да, многие рассматривались, в том числе и очень быстро одним разом поднять с 2019 года. Значит, мне казалось, что они все-таки пойдут по этому пути, но как раз, вот, видимо, в обсуждении всех этих вещей и той ситуации, которая на самом деле складывается по этому законопроекту, который тоже очень уникально и удивительно поступил в Государственную Думу Российской Федерации, в субботу на той неделе, да, когда Государственная Дума Российской Федерации, по-моему, не работает по субботам вообще. Значит, и он поступает в субботу. Значит, и как раз вот здесь такое интересное, как бы, стечение обстоятельств, когда на фоне праздника, чемпионата мира, когда все люди смотрят футбол, когда все радуются, плюс кто-то поехал на дачу, потому что лето наступило, кто-то в отпуска. Все это очень делается быстро, оперативно, и в таком, как бы, замешательстве находится вообще вся общественность, потому что многие на это, по крайней мере, не обращают пока еще внимание. Дмитрий Михайлович, два вопроса. Первый. Законодательное собрание Кировской области будет обсуждать необходимость повышения пенсионного возраста. Ваш прогноз? Какое решение они примут? Поддержать или против? Практика моя показывает, что когда с инициативой выходит правительство Российской Федерации, одновременно выходит лидер партии «Единая Россия», то, конечно, шансов о том, что это будет внизу на региональных парламентах закрыто, или это будет обсуждаться и не в пользу изменений, она очень мала. Потому что мы все-таки понимаем, что вопрос решенный. Партия должна однозначно поддержать лидера своей партии, руководителя, потому что это им является Дмитрий Анатольевич Медведев. При этом мы же видим главную мотивацию, которую говорит Дмитрий Анатольевич, что в связи с этим вырастут пенсии пенсионеров. Вот такая история, которую на самом деле никто не понимает. А в чем тут вообще логика-то? А логика я скажу, что на самом деле мы до такой степени, видимо, хорошо развивали российскую экономику в последние 10-15 лет, что у нас сегодня вопрос возник в пенсионном фонде следующий. Насколько я там читал и понимаю, что сегодня там дара почти 2,5 триллиона рублей, значит, пенсионный фонд фактически пустой. При этом стоит дилемма. Или через год-полтора мы не будем выплачивать пенсии даже сегодня действующим пенсионерам, потому что денег просто нет. Или все-таки в связи с принятием нового закона и увеличением срока выхода на пенсию, эти деньги, как правительство сосчитало, они будут появляться. Плюс те новые указы, которые сегодня там озвучены на ближайшие 5 лет работы нового президента, ну, нового старого там, да, значит, требуют больших финансовых вливаний федерального бюджета, это примерно по оценкам 7-8 триллионов рублей, то как раз вот за счет повышения пенсионного возраста они и хотят сэкономить эти деньги для того, чтобы эти программы запустить. То в данном случае, как всегда, и все как обычно. Вообще, как бы, когда денег нет, а нам уже Дмитрий Анатольевич сказал ровно 3 года назад, что денег нет, и вы держитесь, значит, мы сейчас окончательно поняли, что нет денег не только в пенсионном фонде, а и с бюджетом Российской Федерации есть проблемы, потому что пенсионный фонд пополняется за счет трансфертов из федерального бюджета, да, то в данном случае мы понимаем, что, видимо, правительство в очередной раз решило, что деньги есть у населения, то вот сейчас эти деньги будут собирать с того населения, которое еще не вышло на пенсии. Ну, для населения это, конечно, новость, безусловно, не самая приятная, я так думаю, что многие граждане до конца еще не поняли, и, может быть, даже не поверили. Это то же самое, Аня, как и повышение второй вопрос. Там же два вопроса было. Повышение НДС еще, да. Повышение НДС. Все тоже сегодня многие не понимают и говорят, а это что такое? Вроде как бы нас это не касается, мы бизнесом не занимаемся. Но это касается не только бизнеса. Это будет заложено в цену почти любого товара. Любого продукта, товара. Вот мы сегодня точно понимаем, что, допустим, уже можно предварительные цифры сказать. Если с 2019 года НДС вырастет с 18 до 20 процентов, хотя рассматривался вариант 22. Выбрали 20, сказали, что он самый безопасный для населения. Значит, то уже некоторые отрасли торговли, типа уже тот дилер, который запродает машины, они сказали, что при повышении НДС на 2 процента стоимость машин вырастет от 6 до 8 процентов. Значит, на некоторые продукты уже сосчитали при вроде росте НДСа 2 процента. Есть товары потребительского спроса, которые вырастут до 11 процентов. То в данном случае мы снова видим вторую историю. Мы сегодня говорим о том, что хотят сэкономить на пенсионном фонде. И второе, хотят собрать деньги еще дополнительно с населения за те продукты или те товары, которые будут производиться, и в том числе в первую очередь с бизнеса. Но бизнес-то эти деньги будет собирать тоже с населения. То мы сегодня видим, что запущен маховик после всех выборных кампаний, когда можно начинать жесткие реформы. Именно реформы не связаны с развитием экономики, а сбором денег, которых не хватает в федеральном бюджете с населения. Вот как жители будут реагировать на эти жесткие реформы, мы с Дмитрием Русских, депутатом законодательного собрания Кировской области 4 и 5 созывов, поговорим после небольшого перерыва. Продолжаем беседовать с Дмитрием Русских. Это его особое мнение вы сегодня слушаете. Все-таки вот в тему повышения пенсионного возраста. Законодательное собрание регионов. Вы прогнозируете, что законопроект спущенный Единой России. Они не поддержат инициативу справедливой России и поддержат своего лидера партии Дмитрия Анатольевича Медведева. В том варианте, который есть, 65-63, или все-таки на уровне обсуждения ЗАГС-собраний есть шансы, что вот эту планку пенсионного возраста, планку повышения немножечко снизят? Нет, я думаю, что закон федеральный. Значит, он поступил уже, как я сказал, в выходной день в субботу в Государственную Думу Российской Федерации. Там определены параметры. 65 мужчин и 63 женщины. Обсуждать уже в принципе нечего. Уже принципиальное решение принято. Могут быть какие-то обсуждения в Государственной Думе Российской Федерации по этому вопросу. Но мы видим, как работает высший орган законодательной власти Российской Федерации, то вряд ли там будут какие-то обсуждения и вряд ли там будут какие-то предложения. Вы предполагаете, что если будут какие-то изменения, будут носить они косметический характер? Ну да. Не глобально. Понятно, что чисто как бы на региональном уровне мы с вами четко понимаем, что чем беднее территория, с точки зрения там бюджета, развития там территории, тем уровень жизни населения там ниже, значит, автоматически и уровень жизни гораздо ниже. Вот смотрите. У нас есть с вами официальные данные, что вот я буквально интересовался еще месяц назад таблицей, где написано, что Российской Федерации, она одна из последних мест занимает вообще в мире, значит, не доживает примерно мужчин до 65 лет 43%. Почти половина. Да, почти половина. Наши соседи, там еще к нам близки, это Украина и Белоруссия, у них 40%. Грузия 36%. Ну, это мы говорим такие самые отстающие там территории, которые находятся в европейской части, в Европе находятся. Но мы тут же говорим, что есть лидеры. Там это Швейцария, это Кипр, это Греция, Италия, где всего не доживает 10%. Да, то мы очень на самом деле далеки. Но это среднестатистические данные по России. Если мы сегодня возьмем там, допустим, территорию Кировской области, там, да, наше муниципальное образование, там, я думаю, что уровень недоживания гораздо выше. Потому что у нас есть Кавказские республики, где уровень жизни мужчин там долголетия, не это не уровень жизни, а долголетия, он гораздо выше. Где-то есть северная территория ниже. И, в общем, получился 43%. На самом деле, в нашей, я думаю, территории этот процент гораздо выше. Хорошо. А теперь все-таки... Мы говорим, что если будет 65%, то 50% жителей Кировской области мужчин, вернее всего, не доживут. Хорошо. Давайте к тем, кто доживет. Кому повезет, вот так, в кавычках, если мы скажем. Мужчины будут работать дольше на 5 лет, женщины на 8. И вот здесь возникает большая проблема, которая не коснется крупных городов, как говорят эксперты, не так сильно коснется, но очень сильно коснется российских регионов. Тех небольших населенных пунктов, это не обязательно села, это может быть города, это может быть даже райцентры. Да, моногорода. Где и сейчас уже есть проблема с трудоустройством. Я думаю, проблема с трудоустройством есть везде практически. Где люди старшего возраста дорабатывают до пенсии, как рассказывают наши эксперты, наши коллеги, дорабатывают до пенсии. Их буквально на следующий день, после того, как им исполняется, пенсионный возраст поздравляют, вручают букет, грамоту и провожают на пенсию. Почему? Потому что людям нужны рабочие места для молодежи. У нас и так огромный отток молодых специалистов. Мы всеми силами их заманиваем на сельские территории, какие-то деньги, программы из бюджета оплачиваем и прочее. Подъемные какие-то платятся. Этим людям будет негде работать. И на самом деле это не приносит эффекта. Хорошо. Вот давайте анализ по этой истории. То есть пенсионеры. Либо пенсионеры у нас занимают рабочие места, да? Или сокращается количество мест рабочих. Или сокращается количество мест, или молодежи будет нет. То получается, что судя от того, что мы с вами сейчас обсуждаем, то у нас и становится еще более большая проблема то, что пенсионеры будут работать дольше, значит, они будут меньше освобождать рабочих мест. И то же самое мы видим, что происходит в нашей экономике, и то, что мы видим, что происходит и в Кировской области, что этих рабочих мест не становится больше, а их становится все меньше и меньше, да? И тут даже дело может быть не только в том, что этим никто не занимается, что сказать нельзя, но мы живем в 21 веке. Идет технологический процесс, да? Мы сегодня видим там кучу заправок даже в Российской Федерации, когда автоматически ты подъезжаешь. Это как один из примеров, да? При всем при этом мы должны там четко понимать, и в первую очередь правительство Российской Федерации, когда принимают такие решения, моя там точка зрения, мы сегодня ни экономически, ни демографически не готовы к повышению пенсионного фонда. Возраста. Возраста, да. Значит, то, что у нас сегодня возникла такая проблема с пенсионным фондом, и они сегодня очень сильно боятся, что в ближайший год-полтора просто не будет денег для того, чтобы платить сегодняшним пенсионерам, которых у нас территория, там, и Кировская область, и страна, она является стареющей. Возраст у нас, как бы, людей, которые, процент, которые там превышают пенсионный уровень, растет, значит, несмотря ни на что. То в данном случае, конечно, здесь как раз вот мы начали говорить о праздниках, да? Мы очень много провели праздников, и рано или поздно после всех праздников наступает какое-то определенное, как бы, понимание того, что... В народе это называется похмелье. Похмелье, да, да. То похмелье, оказывается, и в ближайшее время будет очень тяжелое. Потому что мы сегодня с вами понимаем, что мы только недавно провели самую дорогую Олимпиаду в мире зимнюю и потратили 50 миллиардов долларов. Значит, сегодня предварительная оценка чемпионата мира 700 миллиардов рублей, правда. Значит, мы с вами говорим, что в последние годы мы там приросли определенными территориями, в виде там Донецка, Луганска, Абхазии. Ну, подождите, мы не приросли ими официально. Ну, хорошо, мы официально не приросли, но... Но мы им помогаем. Мы им очень сильно помогаем, да, потому что только официально почти в Донецке и Луганске около миллиона 300 там пенсионеров. Дмитрий Михайлович, все понятно, денег в стране нет. Да. Мы понимаем, почему такие шаги предприняты в части повышения налогов и в части там повышения пенсионного возраста. Это с работы экономики. Это экономика. Люди, с людьми-то что будет? Ну, к сожалению, с людьми будет... Вот в Кировской области, в конкретном там, я не знаю, селе, райцентре и еще где-то. Будет большая очень проблема. С чем? С безработицей молодежи или с тем, что пенсионеров будут на пенсию раньше отправлять? Ну, раньше их не будут, еще будут позднее отправлять. Если с 1 января 2019 года уже будет наступать как бы прирост пенсионному возрасту, то понятно, что количество выходцев на пенсию, оно сократится. Так. Да. То есть вы думаете, Минтруд будет следить за тем, чтобы людям в пенсионном возрасте не сокращали зарплаты, не переводили на менее высокооплачиваемые должности? От Минтруда ничего не зависит. Все зависит от работодателя и экономической ситуации. Когда мы говорим, что сегодня бизнес находится в тяжелейшей ситуации, потому что доходы населения падают уже на протяжении 4 лет, и возможности никакой нет поднимать, допустим, эти же зарплаты или что-то, или платить больше налогов, как бы хотелось государству. Но это все относительно, это все завязано на экономику, не на политику. Мы, к сожалению, все эти годы ориентировались на политику, а вот на самом-то деле надо было ориентироваться на экономику. Рабочих мест станет меньше. Молодежь куда? Ну, если мы говорим про Кировскую область, про город Киров. Из маленьких городов, из небольших населенных пунктов, из райцентров, куда молодежь? Все будет так же, как сейчас, только в больших размерах. Значит, из районных центров будут переезжать в город Киров, кировские ребята будут уезжать в более крупные города. Может быть, даже в другие страны. Но понятно, что иммиграционный процесс, он увеличится. И мы это должны там четко понимать, потому что, к сожалению, в этой ситуации пострадает в первую очередь молодежь. А в ситуации, когда молодежь, работающая на будущее, скажем так, уезжает и перестает ходить в торговые центры, покупать какие-то услуги и прочее? Это все одна история. Я очень много общаюсь с молодежью, очень много разговариваю. Но я хочу сказать, что в городе Кирове многие до сих пор очень проблематично найти молодую семью, которая хочет работать, которая хочет развиваться, жить в городе Кирове и найти работу. При всем при этом сегодня вывели уже первые данные, чтобы стать семьей среднего уровня жизни. В Москве это надо иметь среднюю зарплату 121 тысячу, а в регионах страны 60. Вот вы сейчас посмотрите, у нас 60, даже вся семья порой не зарабатывает, а тут предлагается иметь заработок одного человека. То как бы ситуация-то, она парадоксальная. По телевизору нам показывают одно и говорят, что это все прекрасно, это все во благо населения, и все пенсионеры будут счастливы, что вырастет пенсионный возраст, потому что они как будто бы будут иметь более большие пенсии. На самом деле, конкретно никто ничего не говорит. И никто не понимает, что будет с инфляцией, и не съест ли она эту подбавку пенсии. А это все автоматически произойдет. То в данном случае, если мы говорим, что денег нет, то вот этими такими реформами, такими жесткими реформами, значит, эту проблему не решить. Она просто усугубит ситуацию. Именно в плане рабочих мест по отношению к молодежи и к среднему возрасту. Можем как-то повлиять на ситуацию? Вот граждане России как-то могут повлиять на ситуацию, учитывая, что пока протестных акций не было. А, кстати говоря, газета «Ведомости» писала, что обсуждалось в Кремле все-таки возможные реакции. Но они обсуждают до сих пор, да, какая будет реакция населения. Что делать? Вот смотри. Люди выйдут на улицу или нет? А смотрите, вот в данном случае, как бы, мы говорим... На мирные митинги. Мы говорим про мирные митинги. Согласованные. Это единственный путь реакции населения на принятые властью решения. Вот когда, помните, 4 года назад все очень сильно бузили по принятию закона о капремонте. Совершенно безумный закон никому не нужен. Мы сегодня посмотрим там по Кировской области. Собрали за эти годы там, по-моему, 3,7 миллиардов рублей. 2,5 миллиардов лежит в банке Сберия на депозитах. Ну, процент капает. Да. Ну, мы сейчас говорим о том, что, а вы зачем с населения собрали, если вы все равно капремонт не осуществляете? Не успевают. А он его не успевает по одной причине. Потому что никто не выходит на эти ремонты. То в данном случае с населения собрали, а толку нет никакого. Значит, то это говорило о том, что если бы в тот момент, 4 года назад, население бы по всей стране выходило бы на мирные митинги и говорило, ребята, что вы творите, у нас и так есть содержание общего имущества и своего имущества, то в данном случае зачем вы нас еще раз обираете? Да. То была бы одна реакция. Я думаю, чтобы закон не приняли. Сегодня, если все снова будут сидеть на кухнях и обсуждать эту тему, и, в общем-то, не будет реакции со стороны населения, то все пойдет, как оно пойдет. И даже планку не снизит. А планку уже не снизит, потому что ее обсуждали в правительстве. Она, я так думаю, практически отрегулирована. Некоторые эксперты, Дмитрий Михайлович, предполагают, что Владимир Путин своим решением в конце концов скажет, нет, мы не можем так высоко подниматься. Сейчас идет такая игра. Есть такой закидон правительства Российской Федерации во главе Дмитрия Анатольевича Толио. Он, президент, пока не в курсе. Значит, они запустили эту историю и смотрят сейчас на реакцию населения. Если реакция будет спокойная, и все это побузится там на уровне эхо Москвы и какое-то небольшое количество людей, там, допустим, в разных городах, это будет там одна реакция. Если мы сегодня увидим, что ситуация как бы поднимается снизу, и население показывает свое как бы желание участвовать в процессах тех, которые влияют на экономику и на их жизнь, значит, то мне кажется, что сегодня будет следующая реакция. Этот закон может зайти в Государственную Думу. Или не принят, или он будет принят, но президент Российской Федерации при подписании указа своего, он этот закон не подпишет. И в данном случае он выйдет снова на белом коне и скажет, что, ребята, вот видите, как я вас люблю и как я вас защищаю. Вот я же вас слышу с утра до ночи. То в данном случае здесь как раз сегодня власть и смотрит, как себя поведет население. Если население себя будет вести, как обычно, тихо и спокойно, значит, даже не сомневайтесь, 65-63 получите. Если все-таки митинги мирные, которые будут говорить о том, что мы с этим не согласны, и они будут многочисленны, и люди не будут стесняться выходить, и не будут думать, что от нас ничего не зависит, от нас много что зависит, если мы этого захотим. Как говорили кубинские революционеры, пока мы едины, мы непобедимы. Мы не призываем к революции. Да, мы к революционным. Мы говорим, что как смысл, что единство, оно дает нам полностью как бы определенную силу. Тогда я думаю, что этот закон будет президентам отклонен и не подписан. И в данном случае снова все уйдет в воду. Но в этом случае будет виноват там правительство Российской Федерации, Дмитрий Анатольевич Милведев, которые с этим законом вышли, но президент правильно рассудил, занял позицию населения, которое в большинстве случаев говорит, что нам этот закон не нравится, и мы никто не доживем, и вы нас в очередной раз грабите. И он возьмет и приказ не подпишет. Тут, я так думаю, что сейчас как раз это все запущено на чемпионате мира, в летний период времени, для того, чтобы, в общем-то, тут как бы каким-то хорошим погодными условиями и солнцем людей немножко от этой темы отвлечь. Если они все-таки соберутся летом и покажут, что они за всем очень наблюдают и следят, то я думаю, что закон имеет право быть неподписанным президентом. Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания Кировской области 4 и 5 созывов. В нашей студии мы продолжим после небольшой рекламы. Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания 4 и 5 созывов. В нашей студии мы продолжаем обсуждать темы. Самую болезненную в стране сегодня тему – это пенсионный возраст. Даже в перерыве. Но, Дмитрий Михайлович, я просто предлагаю все-таки с этой темы немножко вот уже сойти, потому что времени мало, а тем, которые хотелось бы обсудить, есть еще. Да, мы можем с тобой еще раз только сказать, что даже изменения НДС тоже очень сильно повлият на жизнь населения. Как бы нам этого очень сильно не хотелось, но повышение, оно всегда приводит к повышению необходимых продуктов, те, которые пользуются населением. Я думаю, что по повышению НДС мы еще отдельную, наверное, тему соберем в развороте на бизнес, попробуем разобраться. Тут не только бизнес попадет, который многие не любят, а попадут все. Попадут люди. Следующая тема, которую хотела, хотела я, мнение, по которой ваше услышать накануне. Общероссийский народный фронт, региональный штаб сообщил о том, что территориальная схема вывоза отходов, схема обращения с отходами, так называется, в Кировской области нуждается в серьезной совершенно доработке. Выяснилось в процессе анализа активистами, что в новой схеме использовались при подготовке ее устаревшие данные, в частности, дороги, по которым планируется вывозить отходы из одного района Кировской области в другой район. Есть на карте, на деле их нет. Состав мусора, который анализировался, который будет вывозиться, тоже не соответствует настоящему времени. То есть там, например, меньше стеклотары, но больше пластика сейчас. А это тоже скажется так или иначе на объемах вывозимого мусора и на том, куда его потом перевезут, и надо ли будет его как-то перерабатывать, и куда его вообще девать. И не учтено большое количество объектов, производителей мусора, которые появились в Кировской области, там магазины и прочее, прочее. Ну вот эта же упаковка, тара какая-то. Понятно. Почему это важно? Потому что все расходы, которые лягут на плечи регионального оператора, в том числе транспортные расходы... Не на него лягут, на население снова перерабатывается. Изначально, да. Лягут на оператора, будут перевожены на жителей, и, скорее всего, либо будут включаться в тариф, либо каким-то образом там потом этот тариф будет пересматриваться. Я не знаю. Но это та же история, как скап-ремонт. Почему? Она точно так же будет индексироваться. Слушайте, ну, это тема, Дмитрий Михайлович, эту схему готовили ведь достаточно длительное время. Слушай, ну, Аня, во-первых, схема, это не самый главный вопрос. А самый главный какой? Самый главный вопрос. Вот смотрите. Значит, при всем том, что мы как бы встаем с колен, там, да, вот везде же говорим, что мы с колен встаем. Ну, мы давно встаем уже. Мы уже это и встать пока не можем. Но, тем не менее, ладно, все равно мы встаем. Значит, мы живем в 21 веке, да, то вообще во всех развитых, даже не очень сильно развитых странах уже мусор перерабатывается лет 20-30. Да, мы сегодня живем в 21 веке, и мы, извини, летаем в космос, да, там кучу всяких вещей делаем, да, в космосе, а на Земле мы даже ее прибрать не можем. Ни леса, ни вот это ТБО. То в данном случае сегодня возникла опять очередная проблема, как и с капремонтом. Государство отказалось ремонтировать ветхое и непригодное жилье. У него нет на это денег. Решили эти деньги собирать с населения. Значит, сегодня государство не в состоянии обеспечить сегодня экологическую защиту. Дмитрий Михайлович, ну вот давайте тут не будем прям уж совсем все камни в огород государства кидать. Мы возьмем там цивилизованные страны Европы. Там действительно люди сортируют мусор. Раз. Подожди, чтобы их сортировать, их надо ввести на специальные перерабатывающие заводы. Если мы сегодня будем собирать с тобой и сортировать от этого, что изменится? Ее все равно привезут весь мусор на свалку с Костиной. Я согласна. То в данном случае здесь не может телега бежать впереди, как бы, лошади. Значит, для того, чтобы население, как бы, это на самом деле очень тяжелый труд, научить его сортировать мусор, что делается в большинстве развитых странах. Значит, я помню, что даже в советское время начинали это делать. В советское время мы сдавали, как минимум, макулатуру и стеклотарю. Я помню еще в конце 80-х, где даже в середине, я еще был маленький, и вызнос мусора лежал всегда на мне. У нас появились разные три бачка, которые там были отдельно продукты питания, отдельно, по-моему, были металлические, там весь мусор, и отдельно был какой-то еще стеклянный, по-моему. Значит, эта попытка была еще в советское время. Если мы говорим о том, что Костинский полигон, который у нас в городе Кирове существует... В декабре закроется. В декабре закроется, но по всем планам, которые, когда его строили, по-моему, в 1972 году, он должен был закрыться в 2000 году. Да, он уже 18 лет работает непонятно на каких ресурсах. То вот опять очень большой период времени прошел, и мы так и не стали, как бы, такой страной, которая в полной мере стала с колен. Да, вот мы мусор пока не научились еще не только его сортировать, а перерабатывать. То здесь снова включается процесс, что с кого будем собирать деньги, если мы это будем делать. Понятно, что с населения. Но сегодня объявили, что с первого, по-моему, числа там, да, вот тариф был предложен единственным оператором, 156 рублей с человека. Да, вот мы говорим, что примерно семья из трех человек примерно в месяц будет платить за переработку мусора, которого завода еще нет, примерно 500 рублей. Ну, не за переработку, за вывоз отходов. Ну, в том числе, как бы, он должен подразумевать себя и переработку, и складирование его. Я так думаю, что складирование и сортировку, видимо, все-таки, да, какую-то. Ну, и в данном варианте мы понимаем, что это снова все ляжет на плечи населения. Понимаем. Понимаем. Значит, а самое удивительное, что мы не понимаем, а когда, в общем-то, мы начнем не просто его складировать, а перерабатывать, и из него какие-то делать правильные продукты. Делать с территориальной схемой, которая указывает дороги, там, ну вот, пожалуйста, указывают, значит, активисты ОНФ, что повезут из Подосиновского района на полигон Осинцев в Слободской районе. 300 километров. Ты меня спрашиваешь, что ты делаешь? Участки бездорожья. Зарабатывать или нет? Прекрасная организация ОНФ. Это люди будут платить. Этим занимаются. Мы их спросим. Мы их спросим. Я ваше мнение спрашиваю. Ну, если для этого требуется сделать новые карты для того, чтобы сделать путь короче или правильный, то надо, значит, тем людям, которые за это отвечают, полностью пересмотреть эту дорожную карту. И ее восстановить так, как она существует. Сегодня, слава богу, есть навигаторы, есть спутники, и это все очень просто восстанавливается. То в данном случае это какой-то совершенно непонятный вопрос со стороны этой же ОНФ, а почему так происходит? Ну, вопрос, наверное, не к населению и не ко мне, почему так происходит. У нас много что происходит, которое мы не понимаем, хотя все это выглядит совершенно элементарно и просто. Дорабатывать. Ну, а что еще? Есть другое мнение? Дорабатывать схема. С другой стороны, они могут не дорабатывать, тогда себестоимость этой доставки будет там значительно выше. Но это и заложат в тариф. Можно, в принципе, это и не дорабатывать, потому что они понимают, что не они же будут платить за это, а будут платить население. Проедет там машина 300 километров или 450, им какая разница? А мы же сами понимаем, что цена разная. Цена разная, конечно. Если везти за 30 километров, если везти за 300 километров, очень разная цена. Дмитрий Русских, депутат законодательного собрания 4-5 созывов в нашей студии. Еще одну проблему хочу обсудить городскую на сей раз. В Кировской области, сказали, активисты в том числе, не хватает денег на содержание дорог. В частности, на ямочный ремонт. Было собрание очередной рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Были представители дирекции дорожного хозяйства, были представители Министерства транспорта Кировской области. И выяснилось, что из-за программы безопасной и качественной дороги, хорошей программы, по которой Кировская область получает значительное финансирование на такой капитальный, некапитальный, ну, большой, масштабный. Будем сказать, что приведение дорога в определенный уровень. Да. Из-за того, что есть эта программа, и она требует местного софинансирования, тот объем средств, который может выделить регион, резко, скажем так, похудел. То есть, часть денег ушла на софинансирование, на ямочный ремонт денег не осталось. Опять не рассчитали. Слушай, тут, может быть, не факт, что не рассчитали, просто хотелось очень получить миллиард двести на город, или вообще как бы на города, потому что у нас вошли... Ну, Чепецко-Слободской, да. Да, Чепецко-Слободской. То в данном случае, к сожалению, в Кировской области денег больше не становится, и приходится оперировать теми деньгами, которые там существуют. И понятно, что это все размазывается. Если мы там посмотрим на содержание, ну, как бы на ремонт региональных дорог, у нас они второй год фактически остаются без финансирования. Суммы значительно очень маленькие, а так как у нас региональные дороги в Кировской области довольно-таки составляют большой пакет, да, то мы, если кто ездит на машине, мы уже видим, что они становятся там все хуже и хуже. Это мы с каким периодом сравниваем все хуже и хуже? Ну, вот даже возьмем там 3-4 года назад, когда в региональные дороги довольно-таки очень активно вкладывалось как бы правительство, и, в общем-то, вот этот какой-то момент мы даже гордились, и в вашей радиостудии я говорил 2-3 года назад, что был горд, когда я ехал там в Кострому и в Нижний, да. И нам говорили, о, в Кировской области дороги стали. Я там говорил однозначно, что кировские дороги региональные, соединяющиеся с соседними областями, находятся в довольно-таки очень приличном состоянии. Сегодня в связи с тем, что опять идет перераспределение, и мы снова на год, на два уже начинаем забывать про региональные дороги, которые требуют постоянного внимания, они, конечно, будут ухудшаться. Я надеюсь, что в следующем году уже вопрос о софинансировании не станет, потому что пока в федеральном бюджете нет этой программы, которая давалась на поддержку городов, потому что два года подряд, но я так понимаю, что это была программа под президентские выборы, которая была, да. На следующий год пока неясно, сохранится, не сохранится. Я, к сожалению, по программе БКД не могу сказать. Я знаю, что формирование комфортной городской среды рассчитано до 2025 года. Я надеялась, что и здесь тоже все будет хорошо. Да, здесь пока нет ясности большой. Дадут, не дадут деньги. В следующем году, если не будет, то, наверное, мы будем надеяться, что элементарный ямочный ремонт, а я бы еще хотел, чтобы у нас есть тротуары в городе, все-таки начали приводить в порядок, потому что деньги не самые большие, но при этом формат их пользования очень большой, потому что невозможно по городу ходить, потому что где-то вообще просто отсутствуют тротуары как таковые. Особенно ночью, особенно после дождя. Да, это уже, да. Значит, то в данном случае, может быть, когда в следующем году будет все поспокойнее, может быть, смогут они снова обратить внимание и на региональные дороги, и на муниципальные районы, и, конечно, в принципе, на ямочный ремонт. А в этом году где деньги брать? Ну, в этом году, я же думаю, что всем понятно, что и так весь город доволен о том, что город асфальтируется. Ну, понятно, что за год нельзя все делать, и, ну, как у нас любят говорить, ну, потерпите, мы же и так вам практически весь город закатали в асфальт. Да, но все-таки, как бы, одно, оно, конечно, не заменяет другое, но в данном случае, как бы, аргументация, наверное, очень такая основательная, которая говорит о том, что, ну, нельзя все сделать за год. В следующий год, наверное, сделают ямочный ремонт, потому что не будет уже такого большого капитального ремонта. То есть ждем следующего года, ждем. Мы каждый год что-то ждем. Мы же с тобой начинали с программы «Денег нет, но вы держитесь там». Ну, в данном случае, вот, надо по ямам подержаться. Да? Да. А машину-то жалко. А это уже другая история, потому что я вам хочу сказать, что вот в связи с тем, что мы постоянно живем без денег, то как бы вот за счет того, что у нас такие ужасные дороги, если вот кто, я не знаю, ездит в сторону там Порошина и дальше на Боровицу. Я тут до Порошина доезжала, был Баркэм, да, выходные. Да, там есть такие участки, что просто даже не верится, что в стране, где стали с колен, могут быть такие дороги. То мы же подразумеваем, что плохость от дорог не только в том, что это визуально, а в том, что те люди, которые туда передвигаются, они туда работают, они возвращаются там, ездят автобусы. Они же капитальные деньги тратят на диски, на колеса, на ремонт. Это же все деньги, не маленькие при сегодняшней жизни, они могли бы при хороших дорогах, правильных, тратиться на детей, на образование, на здравоохранение, на что хотите, это семейный бюджет. Зато работники автосервисов зарабатывают, им же тоже надо зарабатывать. Да не так много они зарабатываются, и не так как бы хорошо они живут, ну, не жалко. Но в данном случае понятно, что в связи с плохими дорогами и большими трутарами портятся не только подошва, ломаются ноги, но у машин отламывается все практически. И это дополнительные расходы и так с населения, которое фактически сегодня испытывает большие поработные доходы. И это еще вопрос безопасности дорожного движения тоже. Про это уже говорить не надо, потому что я думаю, что если бы у нас на самом деле работала ГИППД очень жестко и правильно, у нас бы очень многие дороги просто были бы закрыты. Потому что по ним ездить нельзя. Дмитрий Русских, депутат законодательного собрания Кировской области 4-5 созывов, был у нас в особом мнении. Да, вам большое спасибо, всем хорошего дня. Множество тем обсудить. Напоминаю слушателям, что... Солнце светит уже хорошо, тепло. Особое мнение Дмитрия Русских появится на нашем сайте. Я думаю, что завтра оно появится в расшифрованном виде. У нас есть теперь и расшифровки. Эхокирова.ру, пожалуйста, заходите, смотрите, слушайте, читайте. Всем спасибо, кто был с нами. До свидания. Особое мнение на 101FM Продолжение следует...